Привет-привет! Новости – это история, подстреленная на лету. Даже если сегодня летают только стрижи, охотник за новостями пытается заполучить павлина или орла. С тобой сегодня я, Камиля Харисова, и это Универ Ньюз. Сегодня ты увидишь! С нами Майкрософт. Представители мировой корпорации встретились с руководством КФУ. Поздравляем заслуженной победой! В Казанском университете определили лучшую академическую группу. Давина Газ, пилот команды КАМАЗ «Мастер», познал свои силы в роли лектора КФУ. Студенты КФУ получат бесплатный доступ к продуктам Майкрософт. Об этом шел разговор на прошедшей встрече руководства Казанского федерального с представителями российского офиса корпорации. Офис 365, Windows 10, облачное хранилище OneDrive. Доступ к этим и многим другим продуктам корпорации Майкрософт в скором времени получат все студенты и преподаватели Казанского федерального. Такую возможность представители Майкрософт обсудили на встрече с руководством Казанского федерального. Майкрософт много инвестирует в работу с образовательными учреждениями. Ну и фактически наша же миссия по работе с образовательными учреждениями можно сформулировать следующим образом. То есть с помощью нашей технологии мы предоставляем каждому студенту, каждому обучающемуся, каждому образовательному учреждению на планете достичь большего. Ну некий пафос, но тем не менее это действительно так. Затронули на встрече и векторы развития сотрудничества сторон. Казанский федеральный и корпорация Майкрософт знакомы еще с далекого 2008 года. Тогда в университете был создан Центр инноваций Майкрософт. Хотелось бы на самом деле более глубокого сотрудничества. Дело в том, что Казанский университет это один из первых, где был открыт Центр инноваций Майкрософт. Мы с Майкрософтом очень давно уже работаем и даже доходили до протокола о совместных исследованиях, но к сожалению дальше протокол почему-то не сдвинулся. С той стороны Майкрософта задачи так и не пришли, хотя мы были готовы решать. Это было где-то 2-3 года назад. Мы все так же готовы решать ваши проблемы, не только вы наши. Мы в частности готовы участвовать в разработке русскоязычных курсов, в частности по ДОТ-НЕТ и по другим стеклам технологии Майкрософта, которые у нас читаются. Готовность к совместным проектам выразили и представители Майкрософта. Александр Александров, Руслан Уразаев, Универньюс. Лучших из лучших наградили в Казанском федеральном. Кто же стал в этом году самым активным и креативным старостой и какая группа отличилась, смотри в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Лучшая академическая группа КФУ» и фестивали «Интеллектуальная весна». Строгая жюри оценивала портфолио групп, старост и кураторов, наблюдала за активной деятельностью студентов на протяжении всего учебного года. И вот наступил долгожданный момент награждения за проявленные успехи. Несмотря на то, что задания бывают сложные, несмотря на то, что этапы тоже очень долгие, но с каждым годом возрастает активность наших студентов, с каждым годом возрастает интерес к этому конкурсу, это, наверное, уже стало доброй традицией. В этом году это особенный год, конкурс проводится в десятый раз. В этом году студенты прошли конкурсные испытания в турнирах «Что, где, когда», «Дебаты», «Эрудит», «Попади в историю», «Знаешь ли ты русский язык». В Казанском университете интеллектуальные игры пользуются большой популярностью, но студенты не только участвуют в университетских конкурсах, но и достойно представляют честь университета на республиканском и всероссийском уровне. Так, в прошлом учебном году группа 10.2.106 Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого приняла участие в слете лучших академических групп России в городе Тюмени и также завоевала почетное второе место. Этот успех, эта победа еще раз сильнее сплотила нашу группу и, как я самая личная староста, еще раз убедилась, что в моей группе учатся только лучшие студенты. Без внимания не остались и наставники академических групп. Кураторы получили свои заслуженные награды. Экскурсионные поездки в город Санкт-Петербург наградили и лучших старостков УУ, которые в течение всего учебного года участвовали в творческой и спортивной жизни вуза. В первую очередь староста должен быть активным, социально-мобильным, чтобы легко находить язык со всеми студентами группы, потому что в первую очередь успех группы, будь то какая-нибудь общественная деятельность, культурная деятельность, учебная деятельность, в первую очередь все зависит от сплоченности коллектива. Номинантов лучшей академической группы наградили сертификатами на посещение парка развлечений ФАН-24, а группа победительницы 10.2-201 Института филологии межкультурной коммуникации имени Льва Толстого и группа 14.2-320 Института управления экономикой и финансов получили главный приз поездку по Золотому кольцу России. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. Самые свежие новости всемирной паутине в нашей традиционной рубрике Веб-Ньюз. 18 мая в Международный день музеев в КФУ пройдет квест путешествия в университетском пространстве. Каждый музей Казанского университета приготовил для участников игры интересные задания по экспозициям и своим коллекциям. Загадки для поиска игровых точек маршрута, разбросанных в университетском комплексе. В КФУ пройдет форум, посвященный новой отечественной модели подготовки учителя. В настоящее время в Казанском университете разработана модель «Учитель 21 века» и была одобрена Международным советом проектного офиса 5-100, став одним из приоритетных направлений развития университета. С 19 по 22 мая пройдет второй Международный форум по модернизации педагогического образования на базе КФУ. В течение нескольких дней более 500 делегатов со всего мира в залах КСК КФУ «Уникс» обсудят проблемы современного высшего образования. Несмотря на то, что инженерно-строительное образование пользуется популярностью, стать настоящим специалистом в этой области нелегко. Но старший преподаватель набережной Челнинского института КФУ уже готов помочь, выпустив целых два учебных пособия. Кстати говоря, ради этого он прошел нелегкий путь. Но мы-то с вами знаем, что для КФУ нет преград. А подробности далее. Ильнас Халилов – старший преподаватель кафедры промышленное и гражданское строительство и строительные материалы набережной Челнинского института КФУ. Он всегда интересовался научной деятельностью в сфере строительства и принял участие в программе грантов правительства Республики Татарстан на подготовку, переподготовку и стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Выиграв данный конкурс, он получил грант на стажировку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В ходе успешной стажировки им были подготовлены учебные пособия, которые являются сегодня очень важными для университета, в том числе для обеспечения его рейтинговых показателей в таком новом направлении, как инженерно-строительное образование. В учебном пособии Организации инженерно-технического обустройства городских территорий рассмотрены вопросы инженерной организации территорий населенных мест и разработана комплексная оценка природно-климатических факторов. А в учебном пособии под названием «Курсовое и дипломное проектирование градостроительства» разработано для обобщения и закрепления теоретических знаний по таким дисциплинам, как планировка и застройка населенных мест, городские улицы и дороги и экология городской среды. Выход в Москве двух учебных пособий представляет собой поистине выдающийся и впечатляющий результат, особенно учитывая, что они являются фактически первыми изданиями такого уровня, подготовленными на инженерно-строительном отделении с момента его основания. Высокое качество и актуальность учебных пособий подтверждается тем, что они уже приобретены Казанским государственным архитектурно-строительным университетом. Аделья Мухаммедшина, Любовь Архипова, Александр Токарев, Универньюс. А вы знали, что в КФУ существует научное общество инженеров-нефтяников? Они знают, что такое нефтегаз, как их добывать и их истинную ценность. Подробный сюжет о научном сообществе КФУ смотри далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ существует Всемирная организация общества инженеров-нефтяников СПИ. Сбор и распространение технической информации является основной целью данного научного общества. Создание такого научного общества является частью нашей работы по профориационной деятельности, не только в части работы со школами, но и в части работы с производственными организациями, с работодателями. Дело в том, что для того, чтобы ребятам устроиться на престижную, хорошую работу, необходимо сформировать свое портфолио, свой пакет достижений, которые они могут потом использовать при трудоустройстве. И вот одной из такой возможностей является активная научно-исследовательская деятельность в рамках студенческих научных обществ. В нашем случае это общество инженеров-нефтяников СПИ. Общество инженеров-нефтяников было создано в 2012 году. Нужно отметить, что за время существования СПИ круг участников общества расширялся. Постепенно в клуб инженеров-нефтяников вступали химики, математики и физики. И уже на сегодняшний день в рамках СПИ развивается порядка 300 человек. Члены научного общества занимают призовые места в различных конкурсах и олимпиадах. Наши ребята заняли призовое место во Всероссийской геологической олимпиаде. Затем наши ребята вошли в топ-10 лучших команд России. Проводились кейсы компании Шрюнберже. Также в этом году мы выиграли грант на электронную подписку OnePetro, что стало для нас тоже очень высоким достижением. О победах общества СПИ можно говорить очень долго. Поэтому остановлюсь на последнем конкурсе, который проходил в Москве с 18 по 20 апреля. Мероприятие прошло в рамках 70-й юбилейной международной молодежной научной конференции «Нефтегаз-2016», приуроченной к третьему нефтегазовому форуму. Пять участников от Казанского федерального университета с достоинством представили свой проект. 19 апреля мы участвовали в очном туре, который проходил в Москве. До этого был заочный тур, в котором участвовали 96 команд, которые представляли каждый свой межсвят. Суть заочного этапа заключалась в составлении своего проекта. Из 96 команд выбиралось 10, и каждая команда представляла уже свой проект судьям в жюри. По словам участников конкурса от КФУ, проект и команд соперников были очень сильными, но работа общества СПИ была одной из самых реализуемых. Наш проект был уникален. Он заключался в том, что мы предложили использовать рыжный природный газ в качестве топлива для автомобилей. Данная процедура, она редка в целом для нашей страны, и мы предложили использовать для Крыма, поскольку у Крыма имеется большие запасы газа, и мы предложили продавать СПГ жителям полуострова. Таким образом мы решили проблему того, что Крым изолежен экономически и не имеет связи с другими государствами. Нужно ли говорить о том, что подобные мероприятия всегда помогают найти множество полезных знакомств, позволяют набраться опыта и получить массу положительных эмоций? Мы только приехали и объявляют, что мы выступаем в порядке первыми. Волнение нас не накрыло, и слава богу, мы выступили очень хорошо, настроены были на победу, и получили ее, заняли первое место. Познакомились со многими представителями ведущих нефтяных и газовых предприятий, организаций России, таких как «Газпром», «Татнефть». Познакомились с нашими министрами энергетики России, завели новых друзей, а еще мне было в этот день день рождения подарить цвет. Поздравляем победителей научной конференции «Нефтегаз-2016», а именно Зинурова Линара, Салахова Миляушу, Кадирова Ильнара, Николаева Дениса и Родионова Кирилла. Желаем им достижения новых успехов и никогда не останавливаться на достигнутом. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Несомненно, каждому из нас интересно хотя бы раз попасть на занятия, где можно приблизить себя к настоящим ралли. И, кстати, именно такую лекцию пилота легендарной команды «КамАЗ-Мастер», которая прошла в деревне Универсиады, разумно было бы не прогуливать. Но если ты все-таки упустил единственную возможность, тогда внимательнее смотри наш следующий сюжет. 16 мая в студенческом кампусе Казани состоялась необычная лекция с победителем многочисленных ралли. «Африка Рейс-2013», «Шелковый путь-2014», «Золото Кагана-2015» – все это и не только за плечами действующего пилота «КамАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова, который на один день стал лектором для студентов Казанского федерального. Я расскажу о нашей команде, что это такое, как оно устроено, чем мы занимаемся, как готовимся, какие проекты совместные с нашими партнерами мы делаем, каких результатов мы добились в этом году и в прошлые годы. И также покажем небольшие видеообзоры с наших мероприятий и соревнований. На своем занятии Дмитрий Сотников поделился со студентами радостями и сложностями раллийных соревнований, обсудил гоночное ремесло и отметил технические навыки, необходимые каждому пилоту, а также ответил на вопросы учащихся. Большинство зрителей интересовало, как стать настоящим пилотом и попасть в команду «КамАЗ-Мастер». Многие ребята к нам приезжают из других регионов, кто реально хочет, показывает, проходит нас или практику, или просто помогает. Если мы видим, что человек способный и стремится, и очень в коллективе его принимают, то почему бы и нет. Пробуем постепенно. Такая возможность существует. Ралли – самое яркое проявление конкуренции у людей, и поэтому они так привлекают. В конце мероприятия каждый мог поближе познакомиться с Дмитрием Сотниковым и рассмотреть боевую машину пилота, убеждаясь во всем сказанном лично. Аделя Мухамедовична, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюз. Я вам желаю учиться так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний. С вами были Универ Ньюз. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!